В эти две истории, в которых фигурируют вагнеровцы как объект нападения и оценки, поскольку чит Азабайкалья цитирует буквально, что звучало в адрес этим экс-вагнеровцам. Мы не знаем, какие именно обстоятельства были на Кубани, об этом по крайней мере не пишут, но вот Азабайкалья пишут. Можно ли из них выводить какой-то определенный общественный тренд для России? Можно говорить, что общество негативно оценивает результат работы вагнеровцев, саму эту группу людей? Вот что произошло? Почему два таких события, очень похожих? Дело в том, что, конечно, этих событий не два, а 22, 222 – это два, что попали на ленты. А их, конечно, невыгодно разгонять по лентам, и максимум это где-то уйдет в маленькие местные новости, то вряд ли. Дело в том, что кто такие, собственно, бывшие вагнеровцы? Скорее всего, это бывшие заключенные. Это люди с серьезным психическим синдромом. Это психический синдром, начнем с того, что это пентенциарный синдром. Поскольку чаще всего еще это рецидивисты, которые никогда в жизни не подвергались ресоциализации, психологической помощи, социализации. Они никогда не были в системе пробации, потому что она отсутствует в России. Вот это все в России отсутствует, всегда отсутствовало, как класс, отсутствует. И на вот эту самую ПТСР, которая была заработана в пентенциарной системе, и, конечно, там серьезно усугублена в компании людей криминального поведения или поведения асоциального, добавился еще, конечно, военный травматический синдром. И вот теперь эти, давайте называть вещи своими именами, психи, которые хлебнули крови, которые знают, что такое оружие, которые ни разу, никогда не покаялись, не раскаялись, потому что не надо никаких примирений с потерпевшими, чтобы получить помилование. Но они оказываются на свободе, и у них сняты все судимости. И они понимают, что в любую секунду они могут послать, да даже и побить полицейского или прокурора, или следователя, который их сажал. Потому что есть закон о дискредитации добровольцев, участвовавших в специальной военной операции. Есть закон о дискредитации ветеранов СВО. А они это и есть. Их нельзя теперь и пальцем тронуть. Они сразу начинают орать, что это дискредитация. И ведут они себя, соответственно. И никому это не нравится. Надо сказать, что и обычный россиянин, он, несмотря на всю свою терпеливость, равнодушие, отсутствие эмпатии, но у него свои тараканы в голове довольно серьезные. Все-таки он пытается выжить с окружающего действительностью и, в общем, тоже психует. Надо сказать. Тоже, в общем, люди нервные. И нет хорошей жизни нервной. И когда эти два полиса встречаются, то, что вагнеровцы получают отпор, и отпор в том числе и смертельный, или касающий, или вот такой вот как с этим одноногим инвалидом, ну, вот, в общем, нет ничего необычного. Вы знаете, я вчера разговаривала с военным преступником, с бывшим заключенным, который тоже, собственно, вагнеровец, вернулся. Я не хотела с ним разговаривать совсем. Я сразу сказала, что я не хочу разговаривать с военным преступником. Он говорит, нет, послушай меня. Там как обманывают? Как обманывают Министерство обороны? Как обманывают там? Как обманывают здесь? Он без ноги, причем он ногу обморозил, отморозил в Украине, и у него стоит в ранении бытовая травма. Бытовая травма. Он не получает денег, он возвращается в Россию, он все продал, он все пропил, денег нет. Конечно, он агрессивный. Он очень агрессивный. И, конечно, он кидается на людей, разумеется. И никто же не собирается им заниматься. Никто не собирается брать за руку, идти к доктору, вправлять мозг и так далее. Он о себе говорит, да, я военный преступник. Я военный преступник, я об этом знаю. А куда мне деваться? Ольга, скажите, вот если вот те вещи, о которых вы сказали, это такой бытовой довольно уровень. Это конкретные люди с их конкретным эмоциональным состоянием, которое может выливаться в конфликты. Ясно, что, наверное, потенциально в конфликтах представители среды из мест заключения, наверное, могут оказываться чаще, чем другие. Ну, я могу только это предполагать. Но вот ведь все это, то, что конфликты возникают, то, что о них пишут, то, что, ну, как бы, вот появляется практика давать отпор этим вагнеровцам, ветеранам, скажем так, в кавычках. Ведь это все ведет к общественной десакрализации Вагнера, ветеранам. Ну, то есть у этого, вот у бытового, как бы, явления есть политические последствия. Безусловно, вы правы. Но мне кажется, что эти последствия не были просчитаны. У меня есть ощущение, что, ну, собственно, не ощущение, есть полная уверенность в том, что такое количество вагнеровцев, бывших заключенных, не должно было вообще вернуться в Россию. То есть был план держать их в окопах до полной утилизации. И то, что интрига и скандал с Министерством обороны и Пригожина окончился все-таки победой, чиновничьей победой Министерства обороны, это не было предусмотрено, что они вернутся. И вот действительно сейчас вопрос, что делать? Отправить их назад к Пригожину, собственно, куда? В Нигер, в Беларуси, собственно, зачем? Или оставить их здесь? Я думаю, что принято решение оставить их в России, поскольку они себя очень успешно уничтожают. Сам уничтожают. Вот видите, уже там вот минус три вагнеровца полегли на берегу реки. И это, опять же, только то, что мы знаем. Сколько они совершают преступлений? Да, очень многие преступления скрываются, потому что это вагнеровцы, потому что это в любом случае ветераны СВО, и никому не охота портить статистику и подпадать под закон о дискредитации. Но, тем не менее, их сажают, и самое главное. Но это, собственно, нам передают из уст в уста, от двери к двери, поскольку у многих заключенных мы знаем лично или знали лично, сколько они в первый-второй день и уж точно в первый месяц умирают от передоза. Они отлично сами себя уничтожают. Что, собственно... Ольга, а вот скажите, вернемся к этому инциденту в Забайкалье. И, конечно, картинка, когда ногами избивают человека, у которого нет ноги, и который должным образом отпор дать не может, наверное, не самое лицеприятное, а вокруг кто-то еще улюлюкает. Но, тем не менее, звучали вот то, что записано и что журналисты передают, звучали претензии и оценки, что вы, вагнеровцы, военные преступники. И что СВО не должно продолжаться, так называемое СВО. Почему это звучит? Это какая-то, не знаю, такие политические... с пониманием каким-то особо хорошим люди в Забайкалье. Или какая-то другая причина, почему это появилось, неудовольствие чем-то другим. Вот мы можем из этого, из этого какой-то социальный тренд выводить и понимать, что это часть настроения общества, ну, в какой-то части России. Или просто неудовлетворены чем-то другим, что, не знаю, зарплата маленькая или, там, медицинское обслуживание не на должном уровне, и поэтому вымещают злость таким образом. Вот почему вообще это стало возможным? Ну, вы знаете, сопротивление, конечно, в России есть. Иначе бы не стало, не было бы такого количества политзаключенных. Оно, конечно, есть. Плюс ко всему, наши коллеги из первого отдела, это правозащитная адвокатская организация, посчитали, например, что никогда со времен Сталина не было такого количества дел за шпионаж и измену Родине. Они посчитали, что новое дело открывается каждый день. Каждый день. Кто-то изменяет Родине или кто-то, значит, участвует в шпионаже. Естественно, кто это? Это, конечно, политические. Это выходцы с Украины. Просто выходцы с Украины, может быть, даже не имеющие никакого отношения к сопротивлению. А уж тем более, если имеющие отношения к сопротивлению. А еще это может быть для того, чтобы, вы знаете, как у нас сейчас разбираются споры, особенно судебные, приходит, условно говоря, мать обвиняемого, или она судится, не знаю, с соседкой за огород или квартиру или козу. Она приходит сюда и говорит, я мать героя специальной военной операции. Все, суд тут же принимает решение в ее сторону, все, до свидания уходит. То есть это вот важно сказать, какое отношение это имеет к спецоперации. А тут некие забайкальцы избили несчастного, одноногого инвалида. Кто же эти ублюдки? Кто же эти люди? Это противники войны из Украины. Вот же они. Вот они. Ловите их. Это может быть и работа пропаганды, потому что не было же ни съемок, не было же ничего. И это журналистские слова фактически, которые могли быть вложены, например, следователями в голову этого дурака, которого побили. Который говорит, а они кричали, нет войны. Вот они бьют инвалиды, это те, кто за Украину. Ну, конечно, ну нет, все понятно. А кто еще может обижать котенка, ребенка и малин безногого? Вот те, кто за Украину. Ольга, а скажите, вот странным образом, но в какую-то рифму даже определенную, объединяются разные вещи. Поджоги военкоматов. Вот целая череда по России буквально на днях происходила. Это, да, и легенда одинаковая, что как бы какие-то люди, которые назывались людьми из ФСБ, звонили, что-то рассказывали, что вы должны или вот сделать. И, ну, совершенно разные точки. География абсолютно широкая. Часто это женщины, часто это люди довольно солидного возраста делали такие вещи. Теперь вот в разных местах это происходит. Тут надо какую-то, не знаю, систему или связь в этом усматривать? Какой хороший вопрос. Вот спасибо. Конечно, надо. Конечно, надо. Потому что, смотрите, поджоги военкоматов начались как по мгновению волшебной палочки. То есть, да, они были полтора года назад, они были год назад, но это было время от времени, несистемно, и людей хватали, сажали, и мы видели, что это сопротивление. А тут, да, целый вот класс людей, которые, наоборот, там кого-то пытались в военкомате найти украинского шпиона, там еще какую-то хрень, да. И вдруг, опять же, это все мгновенно прекратилось. Поэтому из четырех версий, кто бы это мог быть, мне кажется, уже на самом-то деле версии-то вырисовываются. Я напомню, что четыре версии были такие, что это украинское сопротивление, там, украинские пранкеры, украинская разведка, там, как угодно, да, украинская сторона. Что это российская сторона, российское сопротивление. Но я бы вообще здесь бы сложила бы в одну группу сопротивление, общее сопротивление, такое правильное, да, позитивное. Работа ФСБ, которым гораздо проще ловить людей таким образом, чем ловить реальных шпионов, да, а тут, пожалуйста, сами развели, сами поймали. И еще одна версия, которая, кажется, мне тоже очень правдоподобной, что это умельцы-вагнеровцы, они же большие умельцы колл-центров осужденные. И, то есть, это была работа их на зонах. И это просто такая вот очередная другая месть Министерства обороны, военкомата, это Министерство обороны. Вот, заметьте, не было таких шуток и бутылок с зажигательной смесью и чем-то еще по центрам вербовки. Нет, только военкоматы. Поэтому это очень похоже, что как раз вот все-таки первые две версии, что это либо ФСБ, либо пригожинцы, либо они вместе взятые, потому что по флажку началось, по сигналу, по сигналу и закончилось. И сейчас пошла, видите, новая волна, избивает несчастных вагнеровцев. Но, во-первых, все-таки это, конечно, приоткрытый клапан, потому что недовольство возвращающимися зэками назревает, конечно, очень мощное. А тут, значит, получается, те, кто бьет этих вагнеровцев, тот за Украину. Ага, значит, не надо опять возмущаться, надо терпеть. Я думаю, что это вот новая большая пропагандистская волна. Что, знаете что, потерпите, пусть они там сами себя докончат, и тогда мы заживем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!